Ребят, всем привет! Сегодня теплый, солнечный денек. Я иду на работу. Это первый мой рабочий день после самоизоляции. Бегу, тороплюсь, но ради вас решила пройтись по городу и снять несколько интересных моментов. Как все красиво в городе. Все цветет. Красотища. Все в цветах топает. Здесь в городе такая достопримечательность местная. Сидит такой золотой дракон на подъезде. Потом вот такое интересное окошко. И сейчас покажу вот здесь. Вот такой вот кощей бессмертный. Над золотом чахнет. И вот еще хочу показать такую местную достопримечательность. Это библиотека имени Симонова. Наша местная. И вот в таком вот она у нас находится в состоянии. Ремонт здесь не делался уже много лет. В принципе, библиотек как таковых в городе нет. Осталось всего три штуки. Вот. Ну, может быть, поэтому администрация не заморачивается. Я считаю, это ненормально. У нас вообще очень интересный город. На население такое небольшое. Численностью всего 231 на 1797 человек. Это по переписи населения 2017 года. В нашем городе находится 15 церквей и 46 торговых центров. Это включая продовольственные, какие-то там крупные торговые центры. Это, товарищи, вообще капец. То есть количество церквей на такое небольшое количество проживающих жителей, оно явно превышает, скажем, необходимость городскую. Поэтому к нам можно запросто приезжать в качестве паломников, потому что всем хватит места. Все найдут себе какую-то свою церковь. Вот. Ну, иногда это доходит, конечно, скажем так, до маразма в плане построек церкви. Сейчас я покажу этот сюжет. Но зато у нас, например, кинотеатры находятся в таком вот виде. Кинотеатр «Спутник». Я на тот момент была подростком, очень сильно ждали этот кинотеатр, радовались. Вот. Потому что он подразумевался как подростковый детский кинотеатр. Вначале он, в принципе, и работал. Ну, сейчас иногда тоже показывают мультфильмы, детские фильмы какие-то. Вот. Ему на тот момент большое будущее такое пророчили. Но, к сожалению, в какой-то момент, это в 90-е годы, кинотеатры оказались никому не нужными. И из четырех кинотеатров, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять, наверное, даже пяти, остался у нас сначала вот единственный кинотеатр. Открыли в новом торговом центре. И сейчас еще в бывшем, в ДКХ, в бывшем кинозале, открыли еще один кинотеатр. А эти вот в таком вот состоянии. Зато у нас куча торговых центров. Правильно? Лучше деньги вкладывать в бизнес, в торговые центры, чем развивать, так сказать, культуру населения. Интересно, вообще, конструкция сама по себе была. Здесь вот как будто бы такая, как, не знаю, как беседка или как терраса закрытая. Ну, находится все вот в таком полуразрушенном состоянии. Так, сейчас я спрекну, вот. Ой, как тут птички. Птички вобжили. Вот такая трель. Тут гнезда птичек. Ой, заливаются, заливаются. Наверное, переживают, что я сюда зашла, побеспокоила их. Я не претендую на ваше жилище. Ой, какие трели. Ой, ребят, смотрите, вот где-нибудь такое видели? Вот только в Дзержинске на это такое может быть. Идет-идет тротуар. О! И вдруг, раз, забор. Перейти нельзя. Ну вот, значит, что я хотела вам показать. Вот у нас строится здесь церковь. Это вот уже, наверное, 16-я как раз по счету. И смотрите, до какого маразма иногда доходят вот такие вот, я не знаю, решения неосознанные. Рядом торговый центр. С этой стороны тоже торговый центр. Посередине церковь. Мало того, что сзади, вот где я показывала на кинотеатр «Спутник», там тоже открыли торговые ряды. То есть еще один торговый центр. То есть вот эта вот церковь у нас находится в гуще торговых событий, так сказать. Наверное, идя из одного торгового центра в другой, чтобы люди зашли и помолились. Вот такие, к сожалению, не знаю, принятые решения, то, что вот церковь построили в торговом, так сказать, центре, да, в гуще каких торговых событий, она навевает на мысли обычных людей, что коммерция. То есть в церквях у нас процветает коммерция. Это же надо было умудриться, например, да, построить церковь в таком, ну, оживленном, скажем, да, месте. Очень много дебатов на эту тему в соцсетях. То есть люди возмущаются. Конечно, вот такие вот примеры, они, к сожалению, да, ну, не на руку идут. Православию, так сказать. И вообще вот этой вот системе градостроительства в целом. И, кстати, по поводу градостроительства, посмотрите на это безобразие. Это вообще ненормально. Вот этот торговый центр был построен в а-ля 90-е, когда процветала коррупция, да, и беспредел, скажем так. То есть вплотную к домам вот настроили вот эту вот непонятную конструкцию. Без соблюдения каких-то, я не знаю, мер против пожарных. Вот дом стоит жилой, например, да, и сгореть он с другой стороны, с правой. Вот каким образом? Наверное, может, там есть какой-то узкий проход, я не знаю, чтобы машины подъехали. Вот наградили вот такую вот фигню, скажем так. Вообще, по сути, у нас как и какого, вот градостроительства какое-то отсутствует. В какой-то момент начался какой-то, не знаю, строительный беспредел. То есть вот это обилие торговых центров абсолютно ненужное, но такое количество проживающих здесь жителей. И застройка сама. Я вам как-нибудь покажу ролик с ним, обязательно прогуляемся, выходные. Нашу торговую площадь, это центр города. Посмотрите, какие застройки там, какое количество там торговых центров и каким образом они построены. Вот такое ощущение, что все строят так, как хотят, где им удобно, как удобно. Такое ощущение, что в Держинске не существует больше архитектора, который должен следить за градостроительством, за архитектурой города. То есть постройки все в разных стилях абсолютно. То есть все лепят то, что хотят. Такой получился ролик возмущения. Показал какие-то негативные стороны в городе. Ну, конечно, очень много позитивных. Вот, например, как это цветущее дерево сзади меня. На самом деле настроение очень хорошее. Погода замечательная. Солнце светит, все цветет. Пусть все у всех будет хорошо. Пока-пока. Ну что, ребят, первый рабочий день закончился. Никто ничего не слышал. Закончился он удачно. Вот, усталость. Но такая усталость приятная, очень-очень довольна. Быстрее бы все открылось. Очень хочется уже нормального образа жить. Открывать? Видите, что творится, а? Вот смотрите, вот слушайте просто, прислушайте. Что это такое? Что это такое? В общем, мы прям по-американски тут решили. По домам, на такой полянке. Присесть на травке. Давай. Это уже чересчур. Вот, на травке посидеть, поленька, после рабочего дня. Да-да-да-да. Ну что за парьево? Отдохнуть, подышать свежим воздухом. Тому не хочешь, потому что все равно на улице хорошо, тепло. Лету, хочется жары, хочется уже воздуха. Все, досиделись на самоизоляции. Вот. Все, не хотим больше изолироваться. Протестуем, протестуем. Ну вот. Да что, ну... Протестуем. На самом деле, людей на улице куча, все без масок, не знаю, что там правительство. Короче, достал от всех уже, и все. Смотришь на статистику, там, в России две тысячи погибших, умерших. В основном, ну, жалко, конечно, люди пожилого возраста. Ну, а как по мне, так угробленная экономика не стоит вот этого всего. Смертность от коронавируса восемь раз меньше у нас, чем во всем мире. Ну, наверное, вот, потому что... Потому что во всем мире не догадались, что... Эти, как они эти называются? Санитайзеры, можно не только руки промывать, можно и горло промывать, и внутренности промывать. А русские промываются, и вообще фиолетово, и холодно, и жарко. Надо как-то дезинфицироваться. Да, понемножку возвращаемся к нормальной жизни. Ну, я, например, не уходил никуда. Мне это... Я, например, мне только работы только больше на этом. Никто, я ни в какую не самоизоляцию, никакие не прекращения работы. То, что там Владимир Владимирович рассказывал, ну, он может, что хочет рассказывать. Ему в Крым, в Кремле хорошо. А можно изолироваться и 200 лет, сидеть на изоляции. А так вот, смотрите, вон, видите. Да, народа сколько вокруг. В общем, русские саморазизолировались, хочу, скажу я вам. Конечно, устали уже, ну, сколько можно, ну, все уже, я не знаю. Да, все больше и больше люди задают вопросы, что это за грипп или ковид, что не больных, ничего не видно. Ну, я хотел сказать, по крайней мере, у нас в городе конкретно, или вот в России, такая огромная высокость денег, как у нас в нашей неделе такое. Да, это вот отдельная больная тема, вот эти придурки. Мы живем, вон, дом торцом стоит, выходит на один из центральных проспектов города. И всю ночь, и всю ночь, и, блин, это вообще, я не знаю, как там у вас, как там у вас в Америке решается это вопрос, а у нас это вообще капец. Каждый чмошник, который заработал себе на какой-нибудь бэушный мотоцикл, считает своим долгом снять глушитель и выехать повыпедриваться, на проспекте Алковского в городе Дзержинске. Это капсдец какой-то, капсдец просто, блин. Причем по херам, лежачие полицейские, ничего на них не действует. Гоняют как это. В общем, что мы хотели сказать? Ничего мы не хотели сказать. Конец самоизоляции. Вряд ли, конечно. Вряд ли, да. Нет, у нас, по факту, мы думали, что, в общем-то, президент у нас вчера выступал и как бы вроде огласил, что конец самоизоляции. Но губернатор все продлил. И поэтому ситуация, конечно, такая не очень веселая у нас. Да, ну особенность России, то, что нам пофиг и на президента, и на самоизоляцию, блядь. Русские всегда живут сами по себе, блядь. То есть, как это там говорится, строгость закона в России компенсируется их несоблюдением. Поэтому, извините, ребята, блядь. Дальше вам жена расскажет. А тебе это скажу? Я уже прощалась даже. Я уже днем снимала ролик и всем сказала, пока-пока. Да нет, не тут-то было. Тут пришел муж меня с работы забрать. И говорит, домой не пойдем. У нас дома вот так вот делать нельзя. Если сделаешь вот так вот, блядь, сразу такие четыре монстра на кухню залетают. И, блядь, что пожирать, что пожирать, что пожирать, сразу и есть. Да, шуршать вообще ничего нет. Шуршать, шуршать у нас дома запрещено. У нас есть даже дома запрещено. Даже поесть нельзя. Я не знаю, у кого-то дети снимают там кусок изо рта, как говорится. У нас четыре кота. Нам приходится, чтобы курицу поесть или что-нибудь такое более вкусное. Ну, это, это им. Рыбу. Да, нам приходится закрываться в комнате, готовы закрывать где-нибудь на кухне. И то они вышибают, что вверх ума была. Здесь сюрприз, наобтайм, со мной, дети. Вламывают дверь и все у нас съедают. Все. Все. Пока-пока. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok